Снова нарушения. Контрольно-счетная палата Кирова в очередной раз провела проверку, на этот раз, спортивных объектов города. В частности, проверили первую и пятую спортшколы. В результате за 2015 год снова выявлены нарушения муниципально-правовых актов. Об этом заявили сегодня на комиссии Городской думы по социальной сфере. Одно из главных нарушений, по мнению проверяющих, это неэффективное использование бюджетных средств. А если быть конкретнее, лишнее начисление к зарплате нашли специалисты КСП. Началась эта история, как выяснили эксперты, еще в 2010 году. Тогда в спортшколе была аттестация рабочих мест, после которой выяснилось, что в кабинетах заместителя директора и главного бухгалтера недостаточно светло. Поэтому сотрудникам за так называемые вредные условия труда стали начислять надбавку к зарплате вплоть до конца 2015 года. Несвоевременное выполнение мероприятий по устранению вредных факторов, воздействующих на работников спортивной школы номер 1, привело, по мнению контрольно-счетной палаты, к неэффективному использованию бюджетных средств. И сумма за 9 месяцев, мы посчитали 2015 года, поскольку проверяемый период был 2015-2016 год, составила не менее 21 тысячи рублей. Мероприятие, которое бы улучшили напряженность по данным должностям, не представлялось возможным провести. В сентябре 2015 года проведена специальная оценка условий труда. По итогам, по данным должностям, это замдиректора по учебно-воспитательной работе и главный бухгалтер, данные места не признаны вредными. И с 1 октября 2015 года компенсационная выплата за работу во вредных условиях отменена. В спортшколе признали, что условия труда все же не вредные и надбавку начисляли по ошибке 5 лет подряд. Депутаты рекомендовали администрации проанализировать обоснованность этих доплат. Кроме того, контролеры рассказали и о других нарушениях уже федерального закона о госзакупках. Оказалось, что при ремонте стадиона, трудовые резервы и стадиона «Локомотив» в микрорайоне Ленгасова, все работы там были оплачены без проведения торгов. При осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности спортивной школы номер 5 без проведения закупок были заключены договоры на общую сумму 19,7 миллиона рублей. Данные работы пошли не как вложения в объекты недвижимости, не как инвестиционная составляющая, а как благоустроительная работа. В том числе учреждение является автономным, оно при выделении субсидий на иные цели, на благоустройство, на устроительные работы руководствуется 223-м федеральным законом. Также выяснилось, что имущество в этих учреждениях, выражаясь языком специалистов, не использовалось в полной мере. Например, в первой спортшколе долгое время не работало уличное табло, которое было установлено для маломобильных людей. Для них же был оборудован тренажерный зал, но он тоже пустовал, потому что не было тренера, а на стадионе «Локомотив» и вовсе практически все административное здание не использовалось. Кроме того, специалисты нашли нарушения в бухгалтерских отчетах. Напомню, что речь о 2015-м годе. Были эпизоды несвоевременной оплаты труда рабочих, данное об имуществе предоставлялось не в полном объеме. Но, как отметили в контрольно-счетной палате, многие нарушения были устранены еще в ходе проверки. Тем не менее, депутаты поручили провести анализ эффективности использования имущества в этих спортшколах и отчитаться о результатах до 20 марта. Также выяснилось, что имущество в этих учреждениях, выражаясь языком специалистов, не использовалось в полной мере. Например, в первой спортшколе долгое время не работало уличное табло, которое было установлено для маломобильных людей. Для них же был оборудован тренажерный зал, но он тоже пустовал, потому что не было тренера, а на стадионе «Локомотив» и вовсе практически все административное здание не использовалось. Кроме того, специалисты нашли нарушения в бухгалтерских отчетах. Напомню, что речь о 2015-м годе. Были эпизоды несвоевременной оплаты труда рабочих, данное об имуществе предоставлялось не в полном объеме. Но, как отметили в контрольно-счетной палате, многие нарушения были устранены еще в ходе проверки. Тем не менее, депутаты поручили провести анализ эффективности использования имущества в этих спортшколах и отчитаться о результатах до 20 марта. Также на комиссии рассмотрели вопросы о демонтаже трамплина и строительстве на этом месте нового спорткомплекса. Судьбу этого объекта начали обсуждать еще в 2011 году. Тогда даже составили смету на 615 миллионов рублей. Но сейчас цены изменились и эта сумма уже не актуальная. Поэтому в администрации предложили отложить расчеты до марта, чтобы цены соответствовали уровню 2018 года. Или составить отдельную смету именно на снос старой конструкции. Отмечу, на месте трамплина планируется построить новый комплекс, но меньших размеров, чтобы там могли заниматься юные летающие лыжники. Хотелось бы сообщить, что реконструкция общего спорткомплекса всего трамплин включены в план основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением к празднованию в 2024 году 650-летие основания города Кирова. Исходя из вышеизложенного, считаем возможным заключить договор на актуализацию СМЕД с дальнейшей проработкой вопроса по выделению средств на демонтаж трамплина. Продолжение следует...